18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. На расторжение? Давайте на расторжение, значит. Не умеют пользоваться? Тогда не надо давать. Использовать по назначению. Глава города потребовал привести остановочные павильоны к единому стилю, дать больше пространства вместо торговли. Не отрадно, что мастерство вокального исполнения у молодых людей растет. С чего начинается Родина? Самые трогательные и патриотические песни звучали в городском театре. Там прошел конкурс «Пою мое отечество». Мы надеемся, что и наши горожане будут участвовать в российских соревнованиях. До победы брасом. Кто кого переплывет, чтобы получить путевку на зональный турнир, выясняют анапские пловцы. Хорошие традиции, самое главное. Хороший тренерский состав. А еще отличная тренировочная база и талантливые спортсмены. Анапские самбисты готовятся к покорению новых вершин. Роспотребнадзор выявил предпринимателя, который торговал на ярмарке привоз молочной продукции с нарушением санитарных норм. Более того, он являлся перекупщиком товара из другого региона. Об этом на планерном совещании в городской администрации сообщила руководитель территориального управления ведомства Лариса Медведева. Вся продукция поступает с Карачаева Черкесии, а сам предприниматель уже непосредственно фасует продукцию. Причем неизвестно, в каких условиях он ее весфасует. Потому что в Тонаре никаких условий для фасовки, естественно, нет. И для таких случаев у нас предусмотрена реализация только в магазинах. Однако предприниматель воспользовался ярмарками привоз и реализует населению продукцию, выдавая ее за производство собственного или Краснодарского края. Такие факты недопустимы. Постановление губернатора у нас именно для производителей, для крестьянско-фермерских хозяйств используются ярмарки привоз. Помимо этого, нами составлены протоколы по двум серьезным статьям 14.43 и 14.45. На поставляемую продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее безопасность, декларация или качество сертификата. По словам Ларисы Медведевой, предпринимателя пригласили для дачи объяснений в Роспотребнадзор. Ему грозит штраф десятки тысяч рублей. Эту тему Юрий Поляков часто поднимает на рабочих совещаниях. Глава подчеркивает, перекупщиков продукции из других регионов на ярмарках выходного дня быть не должно. То же самое касается рынков, которые заявляют о себе как о фермерских. Через ситок просеять все ярмарки, кто там работает, перекупщикам там делать нечего. Должны работать на ярмарках только те, которые или производят, или выращивают нашу продукцию, или сиркозпродукцию. В хуторе Просторное отремонтируют Дом культуры, в станице Гостогаевской и Юровке социальные объекты. Об этом также сообщили на городском планерном совещании. Деньги на эти цели выделят депутаты законодательного собрания. Недели ранее Юрий Поляков поручил максимально использовать эту возможность. Сегодня же он обратил внимание на подготовку к предстоящему курортному сезону, освещение Пионерского проспекта, а также борьбу с торговлей под видом остановок. Остановочные комплексы города-курорта к предстоящему высокому сезону приведут к единому стилю. По поручению главы специалисты администрации провели их полную ревизию, составили фотоотчеты. Информацию направили в управление архитектуры, в департамент имущественных отношений. В частности, на улице Крымской 10 из 12 участков под остановочные комплексы находятся в аренде. Во многих случаях они фактически превращены в магазины. По закону торговля возможна, но не в ущерб главной функции. Глава города поручил профильным управлением детально разобраться в каждом подобном случае. Я вас попрошу, мы готовимся к курортному сезону 18-го года. Все должно быть в жесткой форме и в сжатые сроки. А на расторжение? На расторжение? Давайте на расторжение, значит. Не умеют пользоваться? Тогда не надо давать. Также к курортному сезону необходимо, чтобы улицы Шевченко, Парковая, а также Объездная были полностью освещены. Те, кто видели, я думаю, понравилось тем, как засветили Симферопольское шоссе. Да, неплохо получилось. Вот из таких материалов будем двигаться дальше. Продолжаем работу по Фионерскому проспекту, чтобы эти столбы горели. Это не новогодняя елка, это будет гореть не там круглый год. Глава города поручил обращать внимание на мелкие детали, которые могут испортить общую картину, а также взял под личный контроль реализацию ряда проектов. Среди них те, что реализуют на деньги депутатов законодательного собрания. Каждый из них имеет право передать в свои округа по 2 миллиона рублей из краевого бюджета. Средства Юлии Пархоменко направят на капитальный ремонт Дома культуры в хуторе Просторный. Заходим в этих, хватает? Да, да, с методом. Понимаешь? Сделали, да, на 2 миллиона, как вы видели. Все хорошо. 2 миллиона от Ирины Конограевой пойдут на ремонт социальных объектов, в том числе детского сада номер 45 в станице Гостогаевской. Ранее сообщалось, что на депутатские деньги председателя ЗАГС Собрания Юрия Бурлачко в Анапе установят 10 игровых площадок, а также тренажерные комплексы. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В Анапе сформирован список из дворов и общественных территорий по программе формирования комфортной городской среды. По ряду объектов уже начались проектные работы. Этой ракете во дворе между улиц Новороссийская и Шевченко 35 лет, но она до сих пор популярна среди детворы. Но сегодня уже хочется, чтобы здесь появилась современная зона отдыха для детей. Вот здесь площадка для маленьких самых. И мамочки посидят, и детки маленькие побудут, и все спокойные будут, и с тем хорошо. Скамейки тоже нужны современные. Есть пара мест для настольных игр, но жители хотят, чтобы в их дворе была беседка, и они могли проводить на свежем воздухе больше времени. Основные идеи жители двора сформулировали на общем собрании. Для нас это за свои силы неподъемно. Управляющая компания нам, естественно, это не может сделать. И когда мы вошли в такую программу, мы очень рады. Александра Камагорова показывает дорогу вокруг дома. Ее необходимо привести в порядок. Она одна из двигателей процесса во дворе 82-го дома по улице Лермонтова. Его жители стараются, как говорят сами, держать марку. Рядом дорога, ведущая на высокий берег, однако. На дворе 21-й век, и хочется нового качества городской среды. Современный дизайн, современный, чтобы разработала архитектура нам, и чтобы было много зелени, вечно зеленых растений, чтобы был английский газончик. То есть бобрик бритый, зелененький, красивый, и все. Как можно больше зелени, вечно зеленой. Также жители просят организовать парковку, чтобы машины не заезжали на газоны. Аналогичная проблема и в соседнем дворе дома по улице Космонавтов. Накануне там побывал глава города. Все же построено в старом стиле. Узенький проезд, клумба в середине. Да, это хорошо, но сегодня машина встала, и все, она перекрыла весь въезд. То есть это раньше машин мало было, это было как пешеходная зона. Может, надо посмотреть, раздвинуть как-то, дать возможность как-то останавливаться. Все равно они будут стоять. Но хуже намного, что они все заехали на клумбы и укатали все клумбы на Космонавтов. То есть надо посмотреть, может, его надо перепланировать как-то по-другому двору. Программа рассчитана до 2022 года. Средства на нее будут поступать из федерального, краевого и муниципального бюджетов по принципу софинансирования. Специалисты уже работают над проектами. Александр Ребека, Михаил Попов, Анапа. Регион. В анапских школах и детских садах появляются психологи со своими наработками и нацеленные на результат. Так говорят в городском центре диагностики и консультирования в базовом учреждении. В городе-курорте завершился муниципальный этап ежегодного конкурса «Педагог-психолог Кубани». Берите цветы. Замечательно. Я считаю, что общение – это очень важная ценность. Каждый цветок – это жизненная ценность. У каждого человека есть свои собственные. Например, любимый уголок малой родины. А есть универсальные – любовь, семья, дети. Если дерево цветет, значит человек состоялся как личность. Общий стаж Екатерины Волошиной – 8 лет. Из них 2 года. Она работает школьным психологом. Если это младшие школьники, конечно, это подход индивидуальный к каждому ребенку. Самое главное, чтобы в глазах всегда была доброта и радость. Тогда они с удовольствием идут на контакт. Если это подростки, тогда в глазах обязательно должно быть понимание и желание помочь, а самое главное – выслушать. Если это взрослые люди, иногда просто хочется слушать. Так как взрослым иногда не хватает выговориться. Это финал городского конкурса. Три специалиста показывают жюри свои наработки. В основном это групповые занятия. В индивидуальных беседах с детьми, их родителями и даже учителями универсальных рецептов нет. Сегодня главная задача школьного психолога – помочь ребенку справиться с потоком информации, настраиваться перед экзаменами, делать правильные выводы из неудач, адаптироваться в коллективе. Главным вызовом сегодня остается чрезмерное увлечение детей интернета. Это очень долгий, трудоемкий вопрос, но единственное хочу сказать, внимание, избитым таким термином, внимание родителя – это самая главная помощь ребенку в том, чтобы он не заигрывался, не засиживался в этом интернете. Потому что чаще всего они, любовь родителей заменяют именно игрой в интернете. Когда им не хватает любви, ласки от родителей чаще всего. Ну, и это еще и самая модная тенденция – жить в интернете. Поэтому родители должны очень быть внимательны к тому, где и на каких сайтах находится их ребенок. На краевом этапе психологи из города-курорта входили в десятку. В этом году Анапу представит Наталья Семененко – педагог-психолог детского сада номер 18. Как говорят в городском центре диагностики и консультирования, где оказывают информационную поддержку психологам в школах и детских садах, сегодня в Анапе появляются новые специалисты со свежими идеями и настроем добиваться высоких результатов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня во всем мире отмечают День радио. Для нашей телерадиокомпании это еще один профессиональный праздник. Мы уже более 10 лет вещаем на волне самого популярного радио в России на частоте 102,8 FM. Наш сетевой партнер Европа Плюс много лет удерживает звание радио номер один. И в конце прошлого года снова побил мыслимые и немыслимые рекорды. Число слушателей, которые каждый день настраиваются на волну, преодолело отметку в 12 миллионов 300 тысяч человек. Также Европа Плюс снова подтвердила звание абсолютного лидера по еженедельному охвату – более 25 миллионов человек и доли рынка по аудитории более 10%. В Анапе на волне 102,8 FM передачи нашей телерадиокомпании выходят каждый будний день. Это и выпуски новостей, и прогнозы погоды, и интерактивы со слушателями. Количество прямых эфиров скоро достигнет 7 тысяч выпусков. Невероятные цифры. И спасибо каждому слушателю. Сегодня отмечается Всемирный день радио. И пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с этим праздником всех коллег, которые работают в сфере радиовещания. Мы же, в свою очередь, Европа Плюс в Анапе звучит уже 12 лет. И я надеюсь, что эта музыка позитивных, активных людей вам нравится. И самое главное, что мы продолжаем развиваться и предлагаем вам каждый день новые игры, конкурсы, викторины. Так что настраивайте свои приемники на волну 102,8 FM и слушайте Европа Плюс в Анапе. И тогда вы обязательно непременно выиграете очень много интересных призов. В городском театре подвели итоги муниципального этапа конкурса героико-патриотической песни «Пою моё Отечество». В этом году фестиваль собрал рекордное количество участников. 51 номинант представил на суд жюри своё творчество. Лучшие номера вошли в программу гала-концерта. С композицией «Баллада о матери» Ксения Гриценко заняла первое место в номинации «Песни Великой Победы». Девушка занимается вокалом с пяти лет. В общей сложности имеет более ста наград за участие в различных конкурсах. Но этот для неё особенный. Ксения считает, что сегодня очень важно пробуждать в людях чувство патриотизма, в том числе и через искусство. Я ставила для себя цель, чтобы донести до жюри, до зрителей, которые там сидели, что война – это очень страшно. То, что мать, она как бы никогда не перестает верить в то, что её сын жив и вернётся. Она очень долго ждала, много времени прошло, но она каждый день ждала и не верила, не теряла веру. В этом году за право выйти в финал боролись полсотни конкурсантов. Жюри оценивало выступления в двух возрастных группах и двух номинациях «Песни Великой Победы» и «Песни моей отчизны». Из победителей муниципального этапа жюри из Краснодара отберёт лучших для участия в краевом конкурсе. Этот конкурс популярный среди молодёжи. У нас в этом году максимальное количество участников было. И самое интересное, что мастерство вокального исполнения у молодых людей растёт с каждым годом, из года в год. Призовые места заняли как солисты, так и музыкальные коллективы. Всего более 20 лауреатов получили грамоты и памятные подарки. Лучшие представят Анапу на краевом этапе конкурса. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анап Регин. Анапские самбисты намерены как минимум повторить успех прошлого года. Об этом они рассказали в ходе городского турнира. Перед началом соревнований отметили тех, кто поднялся на пьедестал всероссийских соревнований. Поздравление призёрам первенства России среди молодёжи. У Армана Гамбриана бронза, у Марии Дорофеевой и Дины Ворониной по золоту. Дину привёл на борьбу отец, когда ей было 5 лет. С тех пор, что называется, затянула атмосфера сборов и соревнований. На чемпионате страны самыми трудными были полуфинал и финал. Больше опыта у меня, чем у других моих соперниц. Ну а дальше уже, как мне говорили многие, что сила духа была. Буквально через 5 дней мы выезжаем на первенство России и ещё одного в Оренбург. Только там уже чуть старше года. И также отбор на первенство мира Европы. Это муниципальные соревнования. В них принимают участие 110 спортсменов. Победа в первой отборочной схватке далась Карлену нелегко. В его активе третье место на краевом первенстве. В этом году он рассчитывает как минимум пройти отбор. Заниматься спортом ему интересно. Добиваться успеха, самое главное. И быть физически. Всего в Анапе занимаются самбо и дзюдо почти 2000 человек. Эти виды спорта одни из самых массовых. Наравне с футболом. Этот вид традиционно у нас сильный. У нас сильные спортсмены в городе, которые удачно выступают не только на краевых, всероссийских, на международных соревнованиях. Поэтому хорошие традиции самое главное. Хороший тренерский состав. Поэтому и перспектива развития этого вида спорта достаточно хорошая. Анапской школе самбо в этом году исполняется полвека. Когда Кириллу Асланиде было 22 года, его вызвали в комитет комсомола, который возглавлял его тренер. Поручили создать первую секцию. Возможности не было тогда хороших. Так как не было инвентаря, не было залов, не было много чего не было. Но слава богу, сегодня то, что я вижу за эти годы, какой прогресс произошел, это просто между небом и землей. Сегодня в планах повысить статус турнира памяти капитана Калинина, который когда-то был всесоюзным. А в апреле пройдет краевой турнир в честь космонавта Федора Юрчихина. Его самого ждут в гости. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. А в спортивной школе «Виктория» проходит первый этап всекубанского турнира по плаванию на Кубок губернатора края среди учащихся общеобразовательных учреждений. Турнир проводится ежегодно в рамках развития физкультурно-оздоровительного движения среди детей и подростков Кубани. На голубых дорожках бассейна «Виктория» только самые сильные и выносливые, конечно, для своего возраста. В турнире принимают участие школьники от 7 до 18 лет. Организаторы – Министерство физической культуры и спорта, а также администрация города. Это очень громадное значение имеет к массовости нашего спорта. Ребята стараются и выходят на самые высокие уровни, то есть на уровне уже города, далее идет на уровне края. Ну и мы надеемся, что и наши горожане будут участвовать в российских соревнованиях. Пласты соревнуются практически во всех плавательных дисциплинах. Вольный стиль, брас, баттерфляй и на спине. Многие начали подготовку еще задолго до турнира. На кону путевка в сборную города. Я представляю свою седьмую школу. Готовилась я к этим соревнованиям больше полгода усердных тренировок. Конкуренты здесь сильные и попытаюсь их выиграть. Весь город собрался. Хочу показать хороший результат. Ну и, конечно же, победить. Соревнования продлятся до 19 февраля. За это время в турнире примут участие более 5000 анапских школьников. Из них отберут только 36 пловцов в разных возрастных категориях. Именно им придется отстаивать честь Анапы на зональных соревнованиях, которые стартуют 21 февраля. Руслан Душевский, Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok